На следующий день кот ждал, чтобы ещё кто-нибудь из диких зверей пошёл к пещере. Но все они остались в диком сыром лесу. Поэтому кот к пещере пошёл один. Он видел, как женщина доила корову, видел свет от костра в пещере, почувил запах тёплого белого молока. Кот спросил, о, мой враг и жена моего врага, где дикая корова? Жена засмеялась и ответила, дикий зверь из дикого леса, возвращайся в чащу, потому что я заплела мои волосы и отложила волшебную баранью лопатку. Кроме того, нам не нужно больше ни друзей, ни слуг. Кот сказал, я не друг, я не слуга. Я кот разгуливаю один, где мне нравится, и хочу войти в вашу пещеру. Женщина его спросила, так почему же ты не пришёл сюда с первым другом в первый вечер? Кот сильно рассердился и сказал, не наговорила ли на меня дикая собака? Женщина опять засмеялась и ответила, ты, кот, гуляешь один, где тебе вздумается, и все места для тебя одинаковы. Ты не наш друг и не слуга. Кот притворился опечаленным и проговорил, неужели, неужели я никогда не посмею приходить в пещеру? Неужели я никогда не буду сидеть возле тёплого костра? Неужели я никогда не буду пить тёплое белое молоко? Ты очень умна и очень красива. Тебе не следует быть жестокой, даже коту. Женщина сказала, я знала, что я умна, но не слышала, что я красива. Давай же согласимся. Если хоть раз я тебя похвалю, ты можешь приходить в пещеру. А что будет, если ты два раза похвалишь меня? Спросил кот. Этого никогда не случится, ответила женщина. Но если я два раза похвалю тебя, тебе будет позволено сидеть возле огня в пещере. А если ты похвалишь меня в третий раз? Спросил кот. Ни за что, ответила женщина. Но если бы так случилось, тебе было бы позволено, кроме всего прочего, пить тёплое молоко по три раза в день. И так было бы всегда-всегда-всегда. Кот изогнул свою спину дугой и сказал, Пусть же завеса в отверстие пещеры, Огонь в глубине её, И котелки с молоком, которые стоят около огня, Запомнят, что сказала жена моего врага. И он ушёл в сырой дикий лес И, помахивая своим диким хвостом, Долго бродил одинокий и дикий. Когда женщина, лошадь и собака вернулись домой с охоты, Женщина не рассказала им о своём договоре, Который она заключила с котом. Она боялась, что это им не понравится. А кот уходил всё дальше и дальше, И долгое время одинокий и дикий Прятался в диком сыром лесу. Он так долго не показывался возле пещеры, Что женщина забыла о нём. Только летучая мышь, Маленькая, висевшая вниз головой, Летучая мышка, Которая цеплялась задней лапкой За каменный выступ в потолке, Знала, где прятался кот, А на каждый вечер летала к нему И рассказывала, что делается на свете. Раз летучая мышь сказала коту, В пещере малютка. Он совсем маленький, розовый, толстый, И женщина его очень любит. Ага, сказал кот. А что любит малютка? Он любит всё тёплое и мягкое, Сказала летучая мышь. Засыпая, он любит держать в ручках Тёплые и мягкие вещи. Он любит так же, Чтобы с ними играли. Вот что он любит. В таком случае, Сказал кот, Моё время наступило. На следующий вечер Кот пробрался через сырой дикий лес И до утра прятался Возле пещеры. Утром человек, Собака и лошадь Отправились на охоту. Женщина готовила еду у малютки. Малютка кричал, Плакал И мешал ей работать. Она вынесла его из пещеры И дала ему Пригоршню камешков, Чтобы он играл с ними. А малютка Всё-таки плакал. Тогда кот Протянул свою мягкую Бархатную лапку И нежно погладил малютку По щеке. Ребёнок Стал весело гукать. Кот Потёрся Его толстой коленке И пощекотал своим хвостом Его круглый подбородок. Малютка засмеялся. Мать услышала этот смех И улыбнулась. Летучая мышь Маленькая летучая мышь Висевшая вниз головой На потолке пещеры Сказала Ох, хозяйка дома! Жена хозяина дома! И мать сына хозяина дома! Дикий зверь Из дикого леса Прелестно играет С твоим малюткой. Благословляю Этого дикого зверя Какой бы он ни был Сказала женщина Выпрямляя спину. Я очень занята И дикий зверёк Оказал мне услугу. И в ту же минуту В ту же секунду Моя крошечка Бац! Сухая конская кожа Висевшая хвостом вниз В отверстие пещеры Упала. Она помнила Какое соглашение Женщина заключила с котом. И когда мать-ребёнка Подошла Чтобы поднять Свою дверную занавеску Перед ней Открылась картина Кот Устроившийся В уютном уголке Пещеры О, мой враг Жена моего врага И мать моего врага Говорил кот Вот и я Ты похвалила меня И с этой поры Я всегда-всегда-всегда Могу сидеть в пещере И всё-таки Я кот Разгуливаю один Где мне нравится И все места для меня Одинаковы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok